Это мои друзья Эльман и Наиля. Они большие специалисты по чаю, потому что у них есть своя маленькая чайная плантация. Они выращивают, обрабатывают и знают по-настоящему, что такое настоящий, как должен делаться настоящий чай. И они открыли мне один секрет. Я объездил полмира, но такого на самом деле я не знал. И сейчас хочу, чтобы они рассказали большой секрет чая и вам. Раз, два, поехали. Вот этот листер мы собираем от плантации. Мы его сушим. Вот самый чистый чай, самый хороший. Вот этот выбранный чай. У него вот эти ветки мы собираем от него. Это из ветки. Вот самый костный, костный. Вот этот от ветки остался. Вот этот, когда заваришь его? Вместе. Заваришь? Вот надо с ним, не надо выбирать, с ним надо заварить. Вот хвост стоит, вот этот такой ветки у него. Вот все бучете у него остался, вот здесь от ветки. Ну, надо вместе с ним надо вот заварить, пить. Вот вот этот чай. Вот такой, есть жареный, вот жареный. Когда вот одно чайное ложки, вот одно чайное ложки, вот одно чайное, вот минут два-три заварить. Вот от него, от него вот надо вот три столовые ложки. И больше надо, больше надо. 10-12 надо ставить заварку. От этого один чайное ложки. Это... Три минуты. Ну, две-три минуты. Можно его, знаешь, как этот, от холодной воды тоже заварка дает, вот это, жареный. Вот от него вот такой надо заварить. Один заварка делает. Вот три сутка оставлять его, от чайника. Заварка не портится, да? Да, да, не портится ничего. А от него через полчаса уже портится, вычерить надо вот этот чай. Так, но самое вкусное, что вы сами пьете. Какой чай вы сами пьете? Для себя готовите. Для себя вот такой, вот такой. Вот такой. И Ростей и нас сейчас угощали. Да, 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 вот такой заварка. Вот чайник, вот такой. Вот эти палочки, палочки, цветочки. И цветочки у него вот, 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 остался от палки, вот, ищу. Это называется Трилис, это майский, вот самый хороший чай. Самый вкусный. Самый вкусный, вкусный, самый вкусный. Вот, вкус от него все. Вот, вот. Для себя готовим вот это, да? Да, да, для себя вот этот, этот готовим. От своих друзей Эльмана и Найли я узнал один большой секрет чая, потому что везде, во всех магазинах, супермаркетах нам продают в основном чайные листья. Иногда тот чай, который подороже, его продают вместе. Листья и палочки, сухие цветочки. Но на самом деле самое вкусное. И ребята, которые занимаются чаем для себя и своей семьи, и самых дорогих гостей, всегда заваривают чай именно там, где листочков меньше всего. Это палочки и цветы от чая, потому что они дают самый вкусный вкус, самый насыщенный аромат. И именно здесь, в этих палочках, да, которые от листьев, и сохраняется самый, самый настоящий вкус чая. Поэтому, если у вас есть возможность, всегда покупайте или чай только листья и с палочками и цветами. А еще лучше, если есть возможность отдельно, ребята специально выбирают отдельно палочки, потому что это и есть настоящий вкус чая. Такой вот чайный секрет. А вот так выглядит плантация черного чая. Этим кустам чая, например, 5 лет. Он растет очень долго, но урожай собирается по несколько раз в году. И кустики, для того, чтобы он был сочный и качественный, обязательно надо поливать капельным поливом. Поэтому через один ряд идет обязательно полив. Иначе чай засохнет и будет иметь не такой ярко выраженный аромат. Вот так, чтобы вы знали, выглядит чайная плантация.